Слышно? Да, Слава, видели, потому что сейчас вот как раз пообщались с Сергеем Анатольевичем, с Виктором Бабуриным. Они находятся в Европе, и сегодня все вы услышите на вебинаре, и я думаю, что по моей улыбке и так далее все понятно, что все становится еще лучше, чем было. Ну а мы начинаем традиционный наш вводный технико-экономический вебинар. Несмотря на все события, которые у нас происходят, мы все же его проводим. И в будущем мы с Сергеем Анатольевичем, наверное, вводные вебинары будем делать абсолютно для холодной аудитории. То есть, кто присутствовал в первый раз на вебинаре «Тренды инвестирования», который мы проводили несколько недель назад, я думаю, понимает, о чем я говорю. И настала пора, дорогие друзья. Она давно настала, но сейчас вообще время на пятки наступает в буквальном смысле. 99% населения и России в том числе должны узнать о возможности Skyway, потому что это действительно возможность, которая именно от инвестирования в головную компанию, ее может не стать уже в этом году. И на расширенном технико-экономическом вебинаре я расскажу те события, которые произошли за эту неделю. Пробежимся также по событиям, которые были на прошлой неделе. Ну и, собственно, которые будут, потому что у нас фактически каждый день, который мы проживаем, мы пытаемся прожить, чтобы он не зря был прожит для Skyway. И Skyway – это действительно тот проект, дорогие друзья, тот, кто присутствует в первый раз, который может изменить вашу жизнь кардинально и абсолютно. Ну и если говорить про жизнь отдельных людей, это одно, но хотелось бы на вводном технико-экономическом вебинаре, так как у нас сегодня присутствуют новички. То есть я всегда очень рад, когда присутствуют новички на вводном именно вебинаре, потому что мы всегда оттачиваем технику подачи вводного вебинара и говорим что-то новое, потому что постоянно, постоянно в потоке информации, постоянно я лично изучаю много различной литературы, именно специализированной. И я даже понимаю, в принципе, те тренды, под куда сейчас берутся инвестиции, которые вы увидите, мы не будем говорить, кто принес эти инвестиции, но они хорошие, они большие. И это даже речь не о крупных инвесторах, а о тех людях, кто у нас также занимается сетевым построением корпорации, работает, не покладая рук каждый день и в выходные, и с утра до вечера, как многие активисты меня прекрасно понимают. И эти люди сейчас готовы инвестировать достаточно крупные суммы денег. То есть это именно то, что родилась сама сеть и сама модель сетевого построения корпорации, она была придумана инженером Юницким. Давайте посмотрим немножко в прошлое, то есть чтобы проанализировать то, что будет в будущем, то есть макропрогноз, необходимо посмотреть на прошлое. И что по сути являлся собой интернет? Это объединенная сеть, виртуальное пространство, которое объединило миллионы пользователей, сейчас это миллиарды пользователей. И соответственно в любой точке земного шара вы можете подкрыть смартфон, ноутбук, планшет, телефон и зайти в эту сеть, связаться с кем угодно, через видеосвязь, через звонок. Раньше за это нужно было платить, сейчас это бесплатно, сейчас это действительно народная сеть. И передавать любое количество информации, то есть фактически перемещать трансформацию и именно перенос данных в совершенно любых количествах из точки А в точку Б. И если говорить про автомобиль, то автомобиль, я вот на расширенном технико-экономическом вебинаре расскажу, что такое мобильность 5.0. Виктор Бабурин рассказал блестяще на Европейском транспортном форуме в Братиславе, я думаю, что те, кто видели перископ, те, кто понимает английский язык, понимают, насколько это мощная информация. Но он говорил про мобильность 4.0, потому что про мобильность 5.0 на таких событиях пока что рано и преждевременно вообще говорить абсолютно. И также рано было говорить о сети Транснет, это понятие ввел Сергей Анатольевич Сибиряков в 2000-х годах. И, так скажем, по Фрейду была поговорка «транспортная сеть» и прочно закрепилось название Транснет. То есть транспортная, единая транспортная, энергетическая, коммуникационная, информационная, социальная. И в будущем мы подразумеваем, что это будет также и финансовая, возможно, сеть, потому что не дремлет блокчейн, не дремлет понятие и вот такое новое цифровое золото, как криптовалюта. И вот в недавнем времени, дорогие друзья, биткоины даже обогнали стоимость золота за унцию. И один биткоин стоит дороже, чем унция золота. То есть это достаточно тоже такой исторический момент. Такой же исторический момент, как когда-то появился автомобиль, двигатель внутреннего сгорания, пароход. Если еще отходить дальше, то это первые мануфактуры и так далее и тому подобное. Все, что делал технологический прогресс. Но взгляните сегодня на технологический прогресс. Мы можем вспомнить массу фактов и массу рождения, падения корпорации, рождения крупных бизнесов, развития бурного роста и далее угасания. То есть это, так скажем, такие вот плавные именно вехи технологических укладов, которые развивались, потом угасали. И сегодня мы уже с пятого технологического уклада переходим в шестой технологический уклад. То есть пятый технологический уклад – это у нас век гаджетов, век информационных технологий. И это информационная революция. Если раньше была, допустим, аграрная революция, потом это была производственная революция-эволюция. То есть аграрная ценность земли была одна производственная, другая земля стала ценной, то есть располагаемая вблизи ресурсов, где можно построить завод и так далее. И потом, соответственно, это все переходить стало именно из индустриальной в информационную сферу. И сегодня многие крупнейшие бизнесы, которые зарождаются, их невозможно увидеть. То есть это касается виртуальной реальности, это касается различных направлений, высокочастотный трейдинг и так далее. И из информационной сферы информационной эволюции все должно перейти в новый технологический уклад. И мы считаем, что Skyway будет основой нового технологического уклада и породит сеть интернет. Как когда-то интернет был создан внутри недр агентства стратегических инициатив США DARPA. И так же, как Facebook когда-то был создан как сеть всего лишь внутри университета. Так же и Skyway сейчас уже, я могу сказать, что уже зарождается. И такое ядро Skyway, это наш экотехнопарк, уже ведется строительство. Но все началось, дорогие друзья, далеко не 5-10 лет назад. Более 39 лет развиваются технологии. В конце 70-х годов Анатолий Эдуардович стал делать первые концепты, первые эскизы, наброски струнного транспорта. И в первую очередь была попытка продвижения глобального инженерного сложного проекта, концепции общепланетного транспортного средства. Как сегодня мы ввели понятие Spaceway. То есть это то, что позволит вынести вообще промышленность в открытый космос. И основано это, естественно, на струнных технологиях. Но, встретив непонимание, неприятие, и осознав то, что время еще не пришло, то, что эпоха Spaceways еще не настала, Анатолий Эдуардович, соответственно, основатель инженерной технической школы струнных технологий, и было оптимизировано изобретение данное глобальное, широкомасштабное общепланетное транспортное средство до унифицированного и уникального, и действительно прорывного струнного транспорта, обладающего рядом ноу-хау, но с виду, казалось бы, очень легко его построить, очень легко осуществить монтаж, и достаточно недорого это все будет стоить. Поэтому в 2000-х годах, когда Сергей Анатольевич Сибиряков познакомился с Лебедем Александром Ивановичем, как у нас сейчас многие знакомства происходят случайно, кто на пробежке познакомился с одним из бывших губернаторов и, так скажем, руководителей прошлого времени своего города в Таиланде, и прошла инвестиция на 330 тысяч долларов, то есть это был своеобразный рекорд, Андрей Федорович Ковратов познакомился, кто вышел на бывшего министра транспорта, инфраструктуры, развития Южной Австралии, рода Хука, это Людмила Хьюз, кто познакомился сначала именно с представителями Чеченской Республики, потом вышел на высшие власти, это Александр Мосин, и много таких я примеров могу приводить Аркадий Бирюков, Екатеринбург, проработка адресного проекта, Александр Смолдовы и многие-многие люди, которые сейчас занимаются адресными проектами, созданием концепции адресных проектов и уже развитием сети Transnet еще до коммерциализации нашего продукта. Но, как говорит наш коллега, партнер, и я расскажу о новых этапах взаимоотношений с Алла Аль-Шаихом, это управляющий директор своей компании, которая называется Vanguard Group, но это не та компания Vanguard, которую именуют мировым спрутом, который влияет на мировую экономику. Это однофамилец, дорогие друзья, и, пожалуйста, не волнуйтесь те, кто думает, что мы сейчас чуть ли не с мировым правительством тайным связались. Все это, дорогие друзья, злые слухи и неправильная, недостоверная информация. Алла Аль-Шаих также является основателем различных компаний, и совершенно различных индустриальных промышленных направлений, и это мощный бизнес-консультант, который с нами сейчас сотрудничает. Можно сказать, что это в некоторой степени шейх такой своеобразный на территории Бахрейна, обладающий серьезными очень контактами. И сейчас мы можем говорить про те контакты, которые у нас устанавливаются, но еще в 2009 году были попытки развития только через крупные инвестиции, только через чиновников, и была проведена господином Морозовым презентация Дмитрию Анатольевичу Медведеву на тот момент президенту в 2009 году на Госсовете России по инновациям в транспорте. Но тогда, видимо, время тоже не пришло, дорогие друзья, потому что были, видимо, противники какие-то у технологии и испытательный стенд в озерах, который был зафинансирован большей частью именно наличные средства из губернаторского, из фонда именно Лебедя Александра Ивановича и это фонд Красноярской области, Красноярского региона. Но, несмотря на то, что очень серьезные шаги были сделаны, вся работа была разрушена и все металлические конструкции были спилены, увезены в неизвестном направлении. Но мы говорим, что это была очень серьезная и определенная веха именно создания полигона в озерах. Мы так его и называем полигон, потому что разрушили данный тестовый участок, но было продемонстрировано и испытано второе поколение струнных технологий и испытана была путевая структура, что очень важно. И, соответственно, далее уже после, опять же, многочисленных переговоров с крупными сегментами, с крупными инвесторами, со стратегическими партнерами. Виктор Узлов был такой стратегический партнер, который развивался на территории Австралии с Анатолием Эдуардовичем и с командой. И он, так скажем, грубо поступил неэтично абсолютно с командой Юницкого и с самим Юницким. Совершил рейдерский захват. Сейчас постоянно далее, с течением, казалось бы, такого уже долгого промежутка времени происходит разбирательство. И судебные процессы были, которые мы выигрывали с поддержки Верховного суда Республики Беларусь. То есть сейчас я могу сказать, что время действительно на стороне SkyWay, на стороне развития нашего глобального проекта. Потому что схема используется абсолютно достойная и абсолютно логичная и, самое главное, своевременная. То есть это схема народного финансирования. Эту схему Анатолий Эдуардович рассчитал и начал внедрять в 2013 году. И сегодня более 800 тысяч людей. Это такие уже устаревшие, я думаю, данные. Уже мы плавно приближаемся, я думаю, к миллиону. Нужно обновить эту статистику. Заинтересованы в развитии проекта SkyWay, потому что было время, дорогие друзья, когда просто за регистрацию вы могли получить минимальный пакет обязательств в 100 единиц. Сейчас это время ушло, то есть оно никогда не вернется. Было время, когда за инвестиции вашей первой линии и не слежащей структуры вы получали помимо бонусного счета, и это и есть мотивирование, это и есть способ развития нашей системы, нашего проекта, то, что мы не тратим абсолютно средства на рекламу. То есть сама сеть двигает проект, и все контакты, которые рождаются внутри сети, они также двигают проект. И это, я могу сказать, есть и очень-очень серьезные контакты, серьезнейшие контакты, которые являются вехами, которые являются огромными движителями, триггерами развития проекта и наступления проекта Skyway на новые этапы. Все эти люди сегодня заинтересованы в финансировании городского пассажирского транспорта, грузового транспорта, высокоскоростного транспорта Skyway и, естественно, уже продемонстрированного легкого прогулочного спортивно-экскурсионного транспорта типа Unibike. То есть 27 ноября, с 27 на 28, первые шаги сделал Unibike и первые километры проехал, начались ходовые испытания. То есть это был генеральный технический прогон, и он с фурором, действительно, с успехом прошел. Сейчас полная подготовка ведется к стадии сертификации, и сертификация ожидается уже летом. В июле у нас будет эко-фестиваль. Дорогие друзья, кто присутствует первый раз, я думаю, что стоит посетить это событие, если вы максимально, точнее, не люблю слово, если, когда вы максимально заинтересуетесь проектом Skyway, потому что будет на что там посмотреть, ой, как будет на что там посмотреть, потому что все, что запланировано на эко-фестиваль, с учетом тех событий, которые я объявлю на расширенном технико-экономическом вебинаре, они будут осуществлены, и даже больше. И я могу сказать, дорогие друзья, что все, что сейчас происходит вообще в проекте, оно делается за счет нас с вами, за счет народного финансирования, за счет людей. Но, естественно, какое бы финансирование ни было, и я знаю массу проектов, которые собирают какие-то инвестиции и конкретного результата, конкретной будущей коммерциализации и не предвидится. То есть я называю эти проекты понзи-схемами, и завуалированные могут быть понзи-схемы под различные освоения месторождений, под создание в каких-то отдаленных регионах Африки экономик и так далее и тому подобное. То есть это псевдо-коммерциализация. У нас же, дорогие друзья, вся коммерциализация основана на технологии и на технике, на инженерных расчетах, на изобретениях. Что касается главного понятия в Skyway, это аэродинамика. И коэффициент аэродинамического сопротивления, дорогие друзья, у Unilet, вы видите его справа, он значительно более серьезный, чем у современной авиации. Если сравнивать с Bugatti Veyron и Bugatti Chiron, можно сейчас вот всего лишь несколько сотен автомобилей будет таких выпущено, претендует этот автомобиль Bugatti Chiron. Не тот, который на картинке изображен. Это именно такой эталонный у нас Bugatti Veyron взят автомобиль, потому что 0,45 коэффициента аэродинамического сопротивления и более чем в 10 раз более серьезный коэффициент аэродинамического сопротивления у нашего Unilet. И даже обычный Unibus, обычный городской пассажирский транспорт, казалось бы, какая аэродинамика может быть у современного трамвая. Но у нашего транспорта второго уровня аэродинамика будет у городского пассажирского транспорта и даже, я не побоюсь этого слова, у грузового транспорта. Что касается Unibus, то это будет очень серьезное распространенное явление. Как сегодня распространены вот эти вот гаджеты, и все ими пользуются. На наш взгляд, сугубо, с Сергеем Анатольевичем, Unibus будут пользоваться не меньшей популярностью и их будут приобретать в очень огромных количествах все люди по всей планете Земля. Но, в первую очередь, естественно, аэродинамика рождает значительные экономии как топлива при эксплуатации, так и материалов при строительстве. То есть, если говорить про топливо, 100 грамм топлива на пассажира на перемещение. То есть, это недостижимый на сегодняшний момент вообще показатель современного автомобилестроения, машиностроения. Ну, я не говорю уже про авиацию, когда там просто тонны топлива сжираются и загрязняется очень серьезно окружающая среда. Если говорить про полеты, сейчас вот очень модным таким является явление создания многоступенчатых ракет. Один запуск ракеты, он провоцирует создание озоновой дыры размером с европейскую страну среднюю, например, с Великобританию, например, с Францию. И, соответственно, все сейчас асфальтовые дороги, они похоронили под собой территорию нескольких Великобританий. То есть, это очень серьезный урон экологии. И, естественно, как вот 4Е, есть и 2 из которых это экология, экономика, это эффективность и там уже, что касается личных характеристик и качества каждого человека. Но я могу сказать про транспортную индустрию. На сегодняшний день нет такого транспорта, дорогие друзья, кто мог бы поконкурировать с технологией SkyWay. Потому что были попытки создания концептов транспорта второго уровня. И мы неоднозначно, так скажем, могли сказать ранее, что мы являемся единственными в своем роде. Но сейчас вот именно тот концепт, который и тот тренд, который задает SkyWay, это один из единственных в своем роде. Есть гиперлуп, конечно, это гиперскорости. Был SkyTrend, был Метрина PRC Канада. Было много-много всего. Но это, так скажем, были инвестиционные стартапы, просто стартапы, которые по каким-либо причинам не реализовались. И такие показатели, как, допустим, 0,35 литров на 100 километров, затраты, допустим, Юнибуса, они просто недостижимы на сегодняшний день современным транспортом. Также я могу сказать, что сама концепция перемещения стального колеса по стальному рельсу, это также ноу-хау. Да, вы могли это много где видеть, но где же так виртуозно была применена данная концепция? И предварительно напряженная, закрепленная на концах анкерных попор, неразрезная конструкция, то есть это балка, наполненная, соответственно, не наполненная, а внутри находятся преднапряженные струны, они закреплены. Далее идет о моноличивании спецбетоном, это разработка на базе зао-струнной технологии, потому что не существовало такого действительно дешевого типа бетона, который можно было прокачивать на километры, и на большие расстояния, которые мог бы быстро схватываться, и не обладал ранее такими качественными характеристиками бетон, который существовал. Поэтому нужно было разработать даже бетон свой. И множество ноу-хау, множество новых разработок создано и создается, и будет создано на базе зао-струнной технологии. Это абсолютно эффективное и одно из самых эффективных в мире мотор-колесо, это противосходная система. Я не говорю уже про дизайн, про концепт высокоскоростного транспорта. Вот то, что вы видите, допустим, здесь на картинке вживую, это будет выглядеть совершенно по-другому, потому что это концепт. Но я лично видел уже первые модели 1 к 10 юнилётов, это поражает воображение, это абсолютная футурология, дорогие друзья. Но футурология, которая появится, вот-вот уже в начале следующего года начнутся испытания. А с учётом развития нашего проекта, у меня в этом никаких сомнений, дорогие друзья, нет. Но всё, что я говорю, это хорошо, замечательно, но не имело бы никакого смысла, если бы не началось строительство в 2015 году. В 2015 году был очень серьёзный такой и очень сложный период у всего проекта Skyway. И я могу сказать, дорогие друзья, что многие люди, которые развивали проект тогда, кто-то сошёл с дистанции, кто-то взял передышку, и только истинные активисты и движители Skyway, и многие сейчас вот находятся в этом чате, продолжали, продолжали нести флаг Skyway и нести действительно наш такой, я могу сравнить с олимпийским огнём. Ну а тот огонь, как когда-то Прометей подарил людям и обогрел всех людей огонь, нам дарит Анатолий Эдуардович. То есть это технология Skyway, которая абсолютно решит все экологические проблемы на сегодняшний день, исходящие из транспортной индустрии. И вот в 2015 году началось очень серьёзное развитие проекта уже в виде строительства экотехнопарка. То есть первое, что я хотел бы помнить, это новички, это июнь 2015 года, это договор аренды земельного участка в городе Марина Горка. И далее в таком режиме быстрой перемотки, я хотел бы показать этапы, хотел бы показать, что не так просто всё развивалось, и не сразу мы параллельно вели строительство всех направлений Skyway. В сентябре мы все радовались, то что были продемонстрированы модели 1 к 10. В сентябре 2016 года мы уже представили модель 1 к 1 на выставке Inotrans в Берлине. В октябре была закладка именно нулевого километра, ранее была закладка капсулы времени. И я могу сказать, дорогие друзья, что многие спрашивали, а почему же только анкерная опора строится, почему же промежуточные опоры так долго строятся, а как вы хотели вообще, если проект развивается на народное финансирование, на народные инвестиции. И тогда ещё я могу сказать, что не присоединились к нам мощные силы наших героев европейцев. Я не побоюсь этого слова, потому что это действительно герои. Это герои времени Skyway. И о них я буду говорить уже подробно на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но только мы с вами, русскоговорящие люди, так скажем, которые привыкли верить в чудеса и надеяться на лучшее. Мы поверили в этот проект и стали развивать этот проект стремительно, как могли. И сейчас мы дошли до тех этапов, до той стадии, и в недавнем времени был совершён переход на новый этап. Дискаунт снизился. И если был даже 1 к 3,5 тысячам, это с учётом именно реструктуризации и коэффициента, который был умножен на дисконт. Это колоссальное условие, дорогие друзья. Это время уже никогда не вернуть. И я порой задумываюсь, почему я тогда не инвестировал ещё больше. Естественно, тогда и на той стадии я инвестировал фактически всё, что зарабатывал в проекте. Даже не то, что не на развитие, это какую-то рекламную деятельность, подготовку схем, которые мы продемонстрировали на вебинаре «Тренды инвестирования». Более 250 людей присутствовало, именно людей, которые вообще не знали о проекте Skyway. Они пришли послушать про самые лучшие тренды инвестирования. Ну и, естественно, самым лучшим трендом инвестирования у нас является на сегодняшний день доступной для народа и народным проектом является проект Skyway. И я хотел бы отметить такие очень серьёзные вехи. Это июнь 2016 года, начало строительства лёгкой прогулочной трассы. Соответственно, уже в июле началось строительство запараллельное, я хочу отметить грузовой трассы Skyway. И далее, уже параллельно началось и продолжается по сей день строительство и монтаж высокоскоростной трассы, совмещенную с городской пассажирской. То есть вот, казалось бы, в сентябре было событие в Берлине и на транс. Мы уже заявились на следующий на транс, потому что на транс 2016 мы произвели такой местный фурор. И местный фурор этот был отмечен даже вице-президентом компании Siemens, который по праву оценил нас именно тем направлением. И благо для нас, что они увидели в нас конкурентов. И он сказал такую фразу, что вы являетесь как раз таки тем недостающим звеном между высокоскоростным транспортом и городским трамваем. То есть вы являетесь нечто средним, что должно было появиться когда-то. И, естественно, дорогие друзья, мы намерены не только развивать рынок легкой прогулочной трассы, мы намерены занять 30-40% рынка всей транспортной индустрии. И меня очень всегда радуют и мотивируют слова Анатолия Эдуардовича, которые он сказал Алла Аль-Шаиху по поводу вопроса, по какой вы видите компанию вообще через 20 лет, кем вы себя видите. Анатолий Эдуардович сказал за компанию, что это будет крупнейшая мировая корпорация с крупнейшей капитализацией, коммерциализацией и постоянным развитием адресных проектов. Как сегодня, я могу сказать, дорогие друзья, фактически в каждый дом, даже в деревнях, даже в русских деревнях появляется интернет. И также транснет придет в каждый город, в каждый дом, преобразит города. И новые бизнесы появятся, новые объекты недвижимости. И очень много поменяется, дорогие друзья. Потому что за предыдущие 10-15 лет мир поменялся ввиду технологического прогресса до неузнаваемости. И в ближайшие 5-10-15 лет он изменится еще серьезнее. Это я тут привожу, естественно, слова Сергея Анатольевича Сибирякова. И абсолютно с этим согласен. Потому что то перемещение, бешеное перемещение, именно вот эти вот пересадки, эти транспортные хабы, когда именно вот таким авиатранспортным хабом является Москва, Санкт-Петербург, и из отдаленных городов, не перемещаясь через эти города, мы не можем попасть в Европу, мы не можем попасть в дальние зарубежья. И это бред такой современной транспортной индустрии. И невозможно никак это решить. И от глобальных проблем до локальных, элементарно, потеря багажа. Поставьте плюсики, у кого хотя бы раз терялся багаж в перелетах, в переездах, в пересадках. У меня было это несколько раз. И это самое малое, что может произойти с нами во время путешествий на современном транспорте. Современный транспорт не абсолютно экологичен, не абсолютно безопасен. И, соответственно, то направление, которое рождает сегодня Skyway, решит существующие проблемы транспорта. И именно поэтому, дорогие друзья, те серьезные переговоры, которые сегодня проводятся, и по которых я буду говорить на расширенной части, они имеют место быть. И именно поэтому я могу сказать, что действительно на сегодняшний день я на данной стадии, на данном этапе рекомендую новичкам не то что разобраться, а решить, какую сумму вы будете инвестировать. Потому что такой возможности в 2017 году может уже не быть. В 2018 году может уже не быть. А может быть и до конца 2017 года обратный отсчет уже начался. И обратный отсчет начался с заключения трехстороннего пенсационного соглашения с индийским штатом Джархант. И все об этом курсе. 996 миллионов долларов, несколько адресных проектов, свой экотехнопарк в Индии. И это территория, небольшой штат, который буквально рассветет с приходом Skyway. И абсолютно правильная выборная территория, которая распространится уже по всей территории Индии. Сейчас точечно мы начинаем уже развитие сети Transnet по всем точкам земного шара. И поверьте нам на слово, что сеть Transnet распространится намного быстрее по земному шару, чем это сделал Интернет. И в завершении я хотел бы привести цитату Рода Хука. И стоит понимать, что это бывший очень серьезный чиновник в транспортной индустрии именно консервативного типа бывшей транспорта, инфраструктуры, развития Южной Австралии. И на мой вопрос, Род, а когда вы увидите строительство первого миллиона километров, он сказал, максимум, я могу сказать, это 10 лет. Но что-то мне подсказывает, дорогие друзья, что это произойдет намного быстрее. И так же, как сегодня запараллельно развивается строительство на экотехнопарке, так и параллельно в различных точках земного шара будет развиваться сеть Transnet. Но инвестировать в такое направление именно в корневую технологию, в корневую компанию, которая не пускает куда-то там корни, как кто-то думает, а является головной компанией, которая будет в качестве совладельцев входить во все адресные проекты, такое направление нужно еще поискать. Вам никто не позволит инвестировать допустим в те направления, которые сейчас только инсайдерам доступны богатейшим слоям населения. И я могу привести пример с капитализации и с первым публичным размещением акции Алибаба все лучшие места были заняты еще до первого публичного размещения акций. Здесь же лучшие места может занять каждый сам по своим возможностям, по своим потребностям. Любой может стать каждый в Skyway. Дорогие друзья, вот такой вот несколько краткий экскурс на возможности, которые бывают раз в сто лет, но более конкретным новостям, результатам переговоров, результатам то, что произошло за неделю, мы перейдем на расширенной части. Ждем всех в этой же комнате и сейчас я сброшу ссылку также на гостевую на данный вебинар. Приглашайте людей, пока есть возможность им подключиться в реальном времени, задать вопросы.